Манго Вердес Вот этот район города Малага называется Манго Вердес Зеленый рукав Вот такая вот беленькая булечка живет в этом доме Кобель или сука не знаю, имени не знаю, но беленькая В доме нашего дома, если идти пешком, то это минут 10 Если на машине, то минуты 4 Находится огромный стадион Он называется Estadio de fútbol La Rosaleda Не знаю, сколько человек туда может поместиться Но в дни футбольных матчей не очень много лет Время восьмой час вечера, температура плюс 19 градусов Недалеко от моего дома находится языковая школа Escuela oficial de idiomas Хочу попробовать походить сюда для более совершенного изучения В Сочи есть река Соченко Так, в Малаге есть река Не знаю, как она называется Надо посмотреть название по карте Но если в Сочи там хоть немножко вода течет Здесь все сухо Может быть, в период дождей она наполняется водой А может быть, даже не каждый год Не знаю Поговорю с теми, кто давно в Малаге живет Потому что мне это интересно Я думаю, мне пригодится Я снимаю витрину туристического агентства В Испании туристических агентств очень много Но они больше направлены на внутренний туризм, чем на внешний И что замечательно Вот обратите внимание на это объявление Плюс 60 То есть, идут скидки для людей, кому уже 60 4 дня, 3 ночи Акция идет с 1 января до 31 мая В 4-звездочном отеле Всего 99 евро на человека Полный пансион с водой, вином и остальными удобствами А вот здесь вот подобное объявление Здесь уже для тех, кому 55 лет Акция идет, по-моему, всего 3 дня 22, 23, 24 апреля 3 дня, 2 ночи Отель West Alcacar 85 евро на человека Добираться автобусом Все включено Вот такие замечательные законы для пожилых людей в Испании Захотелось снять этот отдел Я не понимаю, то ли это всерьез снаряды здесь продают Ну, видимо, всерьез, судя по ценам То ли для каких-то карнавалов Ну, так прикольно очень Как у куклосклановцев Вот еще один рекламный щит Туристического агентства от El Corte Inglés Вот на данный момент я заинтересовала это предложение Рим, 4 дня, 3 ночи Выезд 24 марта За 473 евро Хочется Рим-то повидать К тому же визу оформлять не надо В общем, буду думать Я первый раз в этом торговом центре Называется Малага Пласа Что-то народу совсем-совсем нет Но, может быть, это связано с тем, что сейчас Обеденный перерыв у всех испанцев Сиеста с 2 до 5 А может быть, просто с высокими ценами в этом торговом центре Сейчас будем цены изучать Такой вот стеной с водопадом Сейчас уже никого не удивить А вот то, что здесь много пальм зеленых Мне очень даже нравится Очень приятно Спортивный зал Дядьки мускулистые качаются Малага еще ни разу самостоятельно не гуляла Так только на машинке проезжали В общем, сегодня день у меня такой насыщенный Все пешочком, все пешочком, все без авто Ну, сейчас надо хотя бы до автобуса добираться А то ножком уже лоховастенько Впереди сухая речка Сейчас дойду, продемонстрирую, что она из себя представляет Сухой речкой Ну, так местное население ее называет А нет, смотрю, водичка-то маленько бежит И я видела несколько раз, когда проезжала на авто Что вот там собираются Как это называется? Кто на досках катается, на велосипедах Ну, у кого с головкой не совсем нормально Забыла, как этот вид спорта называется Ну, в общем, у них здесь место встречи И место тренировок Вот так вот выглядит речка с другой стороны моста И на мосту, на перилах Много-много замочков навешано Видимо, такая же традиция, как у нас в России В день бракосочетания Сокрывать замочек и ключ в речку выбрасывать Продолжение следует... Продолжение следует...